Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплёв, и как обычно, сегодня расскажу о самом интересном, что случилось в нашем городе. Наши руки не для скуки. В Самаре прошел фестиваль жонглёров. Истории ловких и очень смелых. Говорим на одном языке. Самарские музыканты выступили на фестивале в Корее. Почему вокалистам с трудом давались репетиции? Какой сюрприз иностранцам подготовили балалайшники? В регионе завершился фестиваль «Лодки-2016». Далеко ли можно уплыть на самодельном корабле и кого на воде стронятся большие и дорогие яхты? Репортер промок, но выяснил. В Самаре прошел фестиваль жонглёров. Желающих применить по назначению, свои руки учили обращаться с фаерами и ходить по канату. Как найти в себе равновесие и какой на вкус огонь? Репортер удивился. Раз, два. Сбор в левый. Увидел, как повар, австралийский повар, жонглирует тремя клубниками, разрубает их на весу. Я подумал, чем же я хуже, чем он? Ничем не хуже, подумал Вадим Корольков и отправился на кухню. Апельсины, яблоки и даже картофель он все на вкус попробовал руками. Преподаватель иностранного пока еще без дипломов, свободный от учебы время, языку учит, тело. Жонглёр по призванию объясняет новичкам, как произвести фурор, имея в наличии парочку мечей. Координаты, чувствуй линии и доводись руку. Что бы мы себе делали дома? Ничем бы потом не занимались, я сейчас. Именно так, да. Жонглирование классическое, а так выглядит жонглирование контактное. Марина Гузова на глазах репортера творит магию и заставляет парить в воздухе тяжелый стеклянный шар. А может я не буду говорить, как это делается? Пусть магия останется магией. Их не приглашали в цирк. Они туда и не торопятся. Свой талант и умения в массы народные несут. Фестиваль «Джаграр Пой и Фест» собирает вместе очумелые ручки города. Все виды жонглирования разбирают по деталям и сами показывают, как дошли до жизни такой экстремальной. Владимир Фишер – инструктор по слэк-лайну. Это хождение по стропе. Такие канаты смельчаки могут натягивать на разных высотах и вытворять акробатические трюки. Развивает мозжечок, как минимум координацию. В общем, я занимаюсь еще основной работой. Никто высоко не лазит, все боятся, а я залезаю без страховки. Несколькими часами позже эффектное появление не портит даже мелкий дождь. Театр огня согревает промозглый вечер восхищенными зрительскими аплодисментами. Программист Ярославна Казакова к фаер-шоу душой вспыхнула несколько лет назад. В этих пылких отношениях ее не останавливают даже производственные травмы. Сбывало, обжигаемся. Вот недавно обожгала язык случайно. Человек, который вращает вокруг себя огонь, он действительно чувствует себя внутри огня. Слышит вот это движение горящего пламени. Не просто движение, а вот этот шум, почти как реактивный диксель, который вокруг вас. Вы прямо соприкасаетесь действительно со стихией. И после этого особенно классно, допустим, пойти и в воду махнуться, соприкаснуться к другой стихии. Проверенные стихии. Артисты фаер-шоу уверены, что после такого в их полку прибавятся, и огненные фестивали станут еще ярче. Можно всегда найти множество новых друзей, услышать новую музыку. И вообще это классно. Это просто классно. Под Самарой прошел уже традиционный фестиваль яхты-катеров лодки 2016. Особняком от гигантских плавучих средств здесь же расположились модели учащихся судомоделистов, одного из местных центров детского творчества. Много ли общего между детскими игрушками и дорогими яхтами? И что должен знать судомоделист, чтобы не сесть в лужу? Ослепительно чистые, необъятно роскошные, а еще жутко дорогие. Фестиваль лодки 2016 одновременно музей зависти и гордости под открытым небом. Гости того и смотри, сядут за штурвал, уедут, куда глаза глядят. И кажется, вся эта светская идиллия будет длиться вечно. Но тут в дело вступают асы своего дела. Рев их моторов сразу дает понять. Отдых на воде еще тот экстрим. Выйти сухим из нее никак не получится. Заниматься таким делом это вам не кораблики, положим пускать. Самарские судомоделисты, несмотря на свой возраст, об устройстве водного транспорта побольше многих расскажут. Сегодня показательные выступления. Каждое такое судно они с нуля собирали собственными руками. Все как в возрослом судостроительстве, только масштабы меньше. Оттого и работа сложнее. На каждый такой корабль потрачен почти год работы. Материалы, двигатели и даже топливо подбираются так, будто потом им по Волге туристов возить. Все должно быть четко, серьезно и, конечно, непромокаемо. Мы принимаем детей от 6 до 17 лет. С шестилетними немножко сложновато, потому что они сразу начинают работать с инструментом, с той же шкуркой. Они сами начинают делать самые простейшие модели плотиков, катамаранов, а потом уже переходят постепенно к таким лодкам. Но это тоже не предел. Сначала делается матрица. Из этой матрицы выклеивается корпус. Потом это все шкурится, собирается, склеивается корпус, устанавливается двигатель, аппаратура. Корпуса выклеиваются из стекловолокна, как и настоящие лодки. Устанавливается мотор, аппаратура. Никита Наумов в Центр детского творчества, как водится, пришел ради интереса. В итоге с головой ушел и в воду, и в судомоделирование. Его напарница по цеху – обворожительная Анна Сомова. Она девушка, потому в ее корабле все прекрасно. И внешний вид, и скорость. Судомоделирование у Анны почти наследственное. Мама – директор того самого Центра детского творчества. Папа – творец с большой буквы. И педагог Центра. Кто-то скажет, навязали ребенку непонятное увлечение. Но пока папа занят настройкой тонкого оборудования, ребенку есть, что на такое ответить. Начала приходить на занятия к папе, и меня это заинтересовало. Я решила попробовать. Ну, и это затянулось. У меня, наверное, тот адреналин, который я получаю на соревнованиях. Самое главное – никуда не врезаться. Это семейство уже не раз успело засветиться на всероссийских конкурсах судомоделистов. И не раз приходило к финишу первыми. В этом году самарские судомоделисты успели занять золотое место в первенстве России по судомодельному спорту. Сегодняшнюю задачу судомоделисты тоже выполнили. После таких выступлений даже взрослые задумаются, что интереснее – крутить штурвал большой лодки или джойстик судомодели. Ну, а самарские артисты стали участниками фестиваля «Великая битва при реке Хансандо». Детский театр «Задумка» и дуэт «Балалайк» вернулись из Кореи полные впечатлений. Музыкантов на личный прием даже пригласил мэр города Тхон Йен. Чем так поразили иностранцев наши волжские коллективы и почему самарским музыкантам было тяжело выступать – история с приключениями. Ава Мария на трех струнных народное звучание. Столичные выпускники с самарской пропиской в родные пенаты вернулись творить, обучать и жить. Играючи дуэт одного имени и двух звучных фамилий – Дмитрии, Буциков и Косяков. Коллектив «Балалайк» готовятся к очередной командировке. Недавно они распаковали чемоданы после возвращения из Кореи. Нам пора. Ну, сейчас я позову всех. Удачи вам. Самара, Москва, Сеул, Тхон Йен. Международная задумка при участии «Балалайки» наших артистов из-за границы выписали. Пригласили выступать на фестивале, посвященном морскому сражению при Хасанде. Соглашение о партнерстве Самары и Тханьена было подписано в 2016 году. От нашего города делегировали дуэт инструменталистов и вокалистов из детского музыкального театра «Задумка». Аудитория всем хлопала, даже подпевала некоторые песни. Вот, например, «Катюшу». Они даже ее некоторые подпевали. Там было приятно. Мы играли в реакции на народные темы, всем известную барыню. Люди притопывали, прихлопывали. В фестивальных концертах самарцы участвовали вместе с корейскими артистами, исполнявшими народные песни и танцы. Участников волжских коллективов в первый день поездки пригласили на прием к мэру города Тханьен. В переводе на наш язык, то есть у нас была официальная поездка туда. У нас была встреча с мэром в этот же первый день. Их день был расписан по минутам экскурсии, прогулке по местным достопримечательностям. Только вот ходить особо самарские артисты не смогли. Даже репетицию давали с трудом. Вот ты вышел из автобуса, а в автобусе кондиционер надо замесить, и попал вот в баню. Вот влажность такая же, такая же высокая температура была, ну почти как в бане. Вот мне почему-то сразу вот остаться такая вольника. Очень жарко, правда. И вот в этом плане, конечно, было тяжело, очень непривычно. Вкусно? Вкусно? Очень вкусно. Великолепно. Очень вкусно кормили. Разные из морепродуктов были у нас завтраки, обеды, ужины. В благодарность самарским коллективам от музыкантов из Кореи. Приглашение к сотрудничеству и дальнейшему участию в фестивалях. А пока идет подготовка к новым концертам. Дуэт «Балалайк» на днях отправится туда, где температура уже перевалила за минус 30 градусов. Свою мечту осуществлять и звучать самарой во всех уголках мира. Играть не только сольное из дуэти, но и в каких-то ансамблях. Делать интересную музыку хорошую, которая нравится людям. На футбольном поле одной из лыжных баз недалеко от Самары были замечены настоящие викинги. Бойцы спят на шкурах животных, жарят на вертеле диких зверей и устраивают показательные сражения. Для чего они прибыли на Волжские берега, как выглядит средневековая вилка и сколько дней уходит на создание суперпрочной кольчуги. Я спасатель МЧС, пешковоспасательный отряд. А я работаю в школе, я учитель русского языка и литературы. Живу я здесь, в Самаре, то есть на микзаводе. Работаю крудовщиком. А еще программист, рекламщик и юрист из века 21-го. От 2016 года отняли тысячи дней и отправились в средневековье. Так машина путешественника во времени выглядит у Юлии Терентьевой. По пути сюда она удивит своих соседей по подъезду и сотрудников полиции. Сядет в автомобиль жительницы из Самары, а выйдет здесь богатой горожанкой одного из селений Руси аж 10-го века. Здорово прочитать книжку, например. И совсем другое дело попробовать это все испытать на себе. То есть все это здесь воссоздается именно по историческим источникам, по археологическим находкам. На бушах есть колокольчики, которые, по поверьям, отгоняли злых духов. И вот такой вот замечательный амулет на поясе, где тоже колокольчики и различные предметы быта. На голое тело колокольчику не одевали, потому что тогда будут дробиться кости под ней. А как раз для амортизации одевали там плотную шестину или кожаную рубашку. Также у меня есть шлем. Это как раз скандинавский шлем на ту эпоху, как уже мой товарищ говорил, единственный найденный в это время шлем. В фестивале эпохи викингов малая застава, посвященная походу великого князя Святослава Игоревича на Хазарский каганат и предшествующей ему войне с Волжской Булгарией реконструкторы со всей России разбивают под Самарый лагерь. Раскрывают перед туристами учебник истории на собственном примере. Так как земля холодная, укладывается сантиметров 10 сена, поверх сена укладывается шкура животных. Укрываясь плащом, воины спали. Так спали, а так еле. Наталья Терешина из Пензы удивляет репортера с соловым серебром. Этот штык прообраз современной вилки. Меню для воинов того времени сытное и калорийное. Собственно, как и в современном мире. То есть гречневая каша в котле с луком и овощами и мясом. Ничего такого замудренного. Бей, 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 бей его! Бей, молодец! Бей! Стоишь, не подними! Да, больно, да, есть какие-то нюансы, но это только добавляет огня на самом деле. По еле, теперь можно и размяться. Так могло выглядеть нападение на богатую княжну сильнейшего воина, определял поединок. А так происходило посвящение воины один против шести с разбитой губой, но очень довольный. Я просто любитель посвящаться во все клубы, поэтому я выбрал всех бойцов сильных. Погостили и хватит. Большинство реконструкторов признается, в веке 21-м получше будет и с медициной, и с продуктами. Но в качестве отпуска отправиться в средневековье на несколько дней ни с чем. Несравнимое ощущение. На сегодня все. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова